Мы гуляем, а мы танцуем, а если плохо, сидим, горюем. Ну, а если нужны стране, оставляем жизнь на войне. Армавир – одна большая многонациональная семья, и День народного единства – особый праздник для его жителей. 4 ноября горожане встретились на Центральной площади, чтобы отдохнуть и увидеть концерт в честь торжества. На праздники зрителей приветствовал Совет Национальных Общин города. Более 400 лет назад наш многонациональный народ объединился, чтобы отстоять целостность и государственность нашей России. Это является ярким примером нашего единения. Каждый из нас с вами хочет жить в сильной и независимой России. Это мы можем добиться только единственным способом, когда будем сильны и объединены. Приложив немножко усилий в решении экономических и социальных вопросов. Я хотел бы поздравить вас всех, пожелать вам счастья, здоровья, успехов. На главной городской сцене слились воедино культуры разных народов Армавира. Кубанские песни соседствовали с русскими народными костюмами и кавказскими мотивами. В жизни, как и на концерте, на территории Армавира уживаются десятки наций. Многие жители являются представителями сразу нескольких народов и гордятся своим происхождением. У меня папа молдаван, русский украинец, мама наполовину цыганка, наполовину украинка. У нас в городе, мне кажется, национальности сто, если не больше, все вместе, если собрать. Но это круто на самом деле, когда мы можем делиться друг с другом своими традициями и уважать друг друга. Жители России не раз объединялись для общей цели, и этот союз помогал побеждать врагов страны. История Дня народного единства тому пример. 4 ноября 1612 года народное ополчение освободило Москву от польских интервентов и положило конец смути на Руси. С 2005 года этот день стал государственным праздником и выходным для многих россиян. Инна Лепеткина, Игорь Щеников, служба информации, телеканал РНТВ, Эрмавир.